Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику наших с вами торговых идей. Сегодня день американской статистики, очередной день американской статистики. Non-Farm Perils – важнейший релиз по состоянию американского рынка труда. И очень важный индикатив в определении текущего состояния американской экономики. Сейчас нам важно понимать, что происходит в Штатах, учитывая то, что США – это эпицентр ковида-19. И то количество случаев, которые фиксируются каждый день – это больше 40 тысяч. Рекордные показатели, разумеется, это то, что омрачает перспективы экономического роста и американской экономики, омрачает ожидания трейдеров относительно того, что будет с мировой экономикой и заставляет тех, кто следит за глобальным новостным фоном, все-таки делать ставку на защитные инструменты. Поэтому на коне у нас уже очень долгое время остается золото, которое продолжает переписывать локальные максимумы, локальные-многолетние максимумы. Я абсолютно уверен, что у золота есть очень хорошие условия, очень хорошие фундаментальные возможности забраться выше 1800 долларов за тройскую унцию. Ну, обо всем по порядку, друзья. Нефть – 42 доллара за баррель по Brent. Мы ждали данные по запасам. Ориентировались на то, что запасы могли увеличиться, соответственно, четвертую неделю подряд. И это позволило бы нам использовать локальный статистический отчет, чтобы все-таки притопить позиции нефтянки, которая, как мне кажется, является очень сильно перекупленной. Если бы у нас не было столь негативного фона, связанного с ухудшением ситуации вокруг коронавируса, то я, пожалуй, начал бы отстаивать позиции и покупателей, считая, что действительно у мировой экономики, с учетом отдельных макроэкономических показателей по регионам, есть хорошие шансы выйти на прежние, допандемичные, скажем, уровни потребления. Но COVID-19 – это центральная тема текущего дня, всей этой недели, всего прошлого месяца. И учитывая то, что сейчас говорят уже о том, что началась вторая волна, по штатам, по крайней мере, мы точно можем сделать такой вывод, я думаю, что эта тема останется такой же центральной и дальше. Поэтому в отношении рынка нефти, как вы знаете, я с понедельника, собственно, открыл короткую позицию, держу ее сейчас, и раз уж запасы не помогли. Кстати говоря, объем нефтедобычи остался на прежних уровнях, в районе 11 миллионов баррелей в сутки. Но это, конечно же, не то, что может спровоцировать распродажи нефти, не то, что должно сейчас точно стать причиной для продавцов, говорить об активизации, значительном росте добычи в Штатах и об активизации американских сланцевых производителей. Но это все равно гораздо выше по объему добычи, чем мы наблюдали в последние три месяца. То есть на протяжении 14 недель объем добычи не рос, оставался на планке 10,5 миллионов. Скачок произошел, я допускаю, друзья, то, что спустя неделю, еще какое-то время мы вернемся к такой же статистике увеличения объемов добычи и роста запасов и дальше. Пока что я делаю акцент на распространение коронавируса. Я делаю акцент на то, что очень скоро ОПЕК плюс отчитается по тому, насколько страны ближневосточного картеля, скажем, все участники энергетического пакта были чистоплотны в соблюдении сделки в рамках июньского месяца. И уверен то, что там не будет 100%, будет еще меньше показателей выполнения, чем мы наблюдали в мае. Моя субъективная оценка, что обязательства будут выполнены где-то процентов на 90, это в лучшем случае. И сегодня, друзья, по факту ожидания non-farm perils, по прогнозам, мы можем увидеть очень неплохие цифры. И, как вы знаете, я провожу аналогию, что чем выше сейчас лучше выходит статистика, тем ниже вероятность дополнительных стимулов со стороны Федрезерва и властей, тем больше шансов у доллара укрепиться. Поэтому сегодня против нефти я попробую использовать также потенциал роста доллара. Индекс американской валюты 9705. Мы держимся рядом с этим очень важным уровнем поддержки. Сегодня в 15.30 non-farm perils, если брать прогнозы, например, Citi, они считают, что сегодня американская экономика, статистика может показать, что в прошлом месяце было создано больше 5 миллионов новых рабочих мест. Что у нас показали вчерашние данные от ADP? Рост занятости составил 2,3 миллиона человек. Еще важнее сказать то, что показатель позапрошлого месяца был пересмотрен с минус 3, фактически до 3 миллионов. То есть можно сказать, что скачок составил еще 6 миллионов новых рабочих мест. Да, это не перекрывает тот спад, который мы получили, точнее американская экономика получила, когда COVID-19 стал распространяться в мировой экономике. Но это все равно хорошее начало, которое должно поддерживать уверенность трейдеров и позволять им говорить о том, что американская экономика остается на траектории роста. Подтверждает также это экономическое восстановление последний отчет потребительского доверия от Conference Board. Мы его анализировали накануне. Также вчера вышли данные по АСМ, производственным секторе, 52,6 с 43,1. То есть рост выше 50, соответственно выше 50. Это значит то, что сектор восстанавливается. Разгон инфляции тоже позитив, 51,3 с 48 тоже выше 50. И сегодня, безусловно, все будет зависеть от того, как рынок отреагирует на цифры, а реакция трейдеров будет зависеть от того, какие данные выйдут. Я отношусь к категории тех трейдеров, которые считают, что мы имеем очень хороший шанс увидеть отличную статистику. Поэтому, друзья, я сегодня снова отстаиваю идею роста доллара. Как рынок поведет себя дальше, время покажет. Но сегодня я буду на стороне быков, собственно, как и раньше. И рекомендую вам также присмотреться к этой позиции. Евро против доллара 1,1262. Но поскольку уже сделана ставка на укрепление доллара, соответственно, здесь расчет на то, что рисковые инструменты будут отступать. Локально вчера мы видели то, что пара евро-доллар пыталась протестировать уровень 1,12. Но вот, к сожалению, доллар не смог закрепиться на локальных максимумах вчерашнего дня. Откатил, и этим воспользовались рисковые инструменты. Еще больше рост был зафиксирован по фунту. Здесь остается лишь развести руками. Почему фунт смог показать такое мощное ралли? Учитывая то, что, опять же, мы знаем, последний комментарий руководителя Банка Англии явно позволяет рассчитывать на новые меры экономической поддержки. А с 4 июля вступает в силу третий раунд послабления мер карантина в Англии. И это сопряжено с очень большим риском, потому что ранее Джонсон предупреждал, что, несмотря на смягчение карантинных мер, есть опыт США, когда преждевременно снятие этих жестких ограничений привело к повторной вспышке. То же самое может произойти и в Англии. Рейтинговое агентство S&P обозначило будущие перспективы британского рынка, фондового рынка и валюты как идеальный шторм. Потому что в ближайшие месяцы английская экономика и фунта столкнется с чередой рисков. Это Брекзита, новых мер экономического стимулирования и вероятности ухудшения ситуации вокруг коронавируса. Я считаю, друзья, то, что мы должны, опять же, иметь в виду указанные риски. Собственно, все идеи, которые я раньше предлагал по фунту, они были связаны с этим. И сегодня лишь повторяю, что лучше держать короткую позицию по британской валюты, несмотря на текущий рост. Конечно же, все будет дальше зависеть от того, как сегодняшний день закроем мы по доллару. Но об этом уже поговорим, собственно, завтра. Пока рассчитываем и надеемся на восстановление американской валюты, то, что доллар сможет оказать сопротивление риску. Доллар канадец 1,3603. В случае снижения цен на нефть, что весьма вероятно с учетом фундамента, обозначенного мной, у пары появится дополнительная возможность вырасти. Хорошо, что мы отбились от локальных минимумов, которые были ниже отметки 1,36 и снова стали восстанавливаться. На этом, друзья, все. Хорошего вам дня и увидимся завтра. Всем пока.